Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик и сегодня у нас будет рецепт с клубничкой. Мы с вами будем готовить пирог или точнее сырник, но не такие маленькие сырники, как мы обычно привыкли делать. У нас будет один большой творожный и очень вкусный сырник с клубничкой. Для клубничной части нам понадобится клубника, примерно 200 грамм, сахар, примерно 1 столовая ложка и крахмал, примерно 1 чайная ложка с горкой. Для творожной части нам понадобится творог, у меня 5% творог в брикетах, примерно 600 грамм, сахар по вкусу, я взяла 3 столовых ложки, сметана 200 грамм, у меня жирность 20%, можно брать любую, 3 яйца и примерно 1 столовая ложка крахмала. Первым делом мы с вами приготовим клубничную часть. Для этого мы клубнику моем. У меня, кстати, клубничка в даче, она очень вкусная. Очищаем от хвостиков и складываем в блендер. Кстати, смотрите, пришла аква. Если вам кажется, что она сидит на столе, она сидит на подоконнике, поэтому на нее ругаться нельзя, да? Теперь мы с вами сюда клубнички. Добавляем сахар и крахмал. И теперь все это мы измельчаем в пюре. Можно использовать или такой блендер, или погружную насадку. Вот такая консистенция у нас получилась, а вы даже не представляете, какой запах клубничный сейчас стоит на весь дом. Очень вкусно. И теперь мы переходим к творожной части. Нам понадобится вот такая вот большая какая-нибудь миска. В ней мы будем соединять все ингредиенты. Сначала разбиваем в миску яйца, слегка взбалтываем их вот таким вот венчиком или вилкой и смешиваем с сахаром. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашему блендеру, уже с погружной насадкой. Перемешаем яйца с сахаром и затем просто добавим все остальные ингредиенты и все это снова хорошенько перемешаем до однородности. Напомню, что у нас остался крахмал, творог и сметана. Я использую здесь творог в брикетах, но вы можете взять вообще абсолютно любой творог даже крупным зернышком. Я, например, люблю иногда делать такие сырники, когда текстура творога чувствуется. Здесь все зависит лишь от ваших предпочтений в данный момент. Смотрите, какая консистенция у нас должна получиться. Тесто примерно по консистенции похоже на тесто для оладьев. Если у вас тесто вдруг получается слишком жидкое, например, у вас яйца крупные или творог такой немножко водянистый, то можно добавить 2-3 столовых ложки муки и все это хорошенько перемешать. Дальше нам потребуется форма для запекания. У меня вот такая прямоугольная, но я не уверена, что все тесто у меня сюда уместится. Поэтому, если что, я возьму еще маленькую формочку. И я ее сейчас проложу вот таким вот пергаментом. Мы его так комкаем для того, чтобы он хорошо лег в форму. Нам не пришлось бы его обрезать. Теперь мы кладем на пергамент нашу творожную часть теста. У меня пергамент с силиконовым покрытием, поэтому запеканка пригореть не должна. Лишнюю бумагу мы обрезали для того, чтобы у нас все это хорошенько, аккуратненько перепеклось, для того, чтобы нам было удобно накладывать тесто в форму. Теперь мы берем нашу клубничную часть, столовую ложку, и делаем в творожном слое небольшие вот такие вот маленькие, небольшие маленькие углубления. Наливаем нашу клубничную часть, вот так вот сверху. Прекрасно. И разравниваем ложечкой. Убираем наш пирог, запеканку или сырник, называть можно как угодно, в духовку, разогретую до 170 градусов и готовим примерно 40 минут. Наш вкуснейший сырник готов. Смотрите, теперь ему нужно остыть в форме до комнатной температуры. Потом желательно, чтобы ему было легче достать из формы, его брать в холодильник хотя бы на 2 часа и только потом кушать. Друзья, это что-то очень вкусное. Это похоже и на творожную запеканку, и немного на манник. Не знаю почему, хотя манки здесь нет. И на пирог, и на какой-то суфле. Просто очень-очень вкусно. Я вам советую обязательно, пока есть свежая клубника, приготовьте такой вот сырник. Пишите ваши отзывы в комментариях, мы будем ждать ваших рецептов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока!